Черные копатели. Так называют людей, которые ищут оружие и другие предметы, представляющие историческую и материальную ценность. Одни из таких охотников работали в Смоленской области и даже не подозревали, что попали в поле зрения сотрудников управления ФСБ России по Чувашии. По возвращению из очередных раскопок чебоксарца с водителем на родной земле встретили оперативники госбезопасности. Взмах жезла инспектора ГИБДД. 48-летний чебоксарец спокойно выходит из машины, явно не ожидая того, что произойдет дальше. В ходе осмотра транспортного средства оперативники изымают металлоискатели, рации и другое оборудование, необходимое для раскопок и переговоров с другими копателями. Еще больше находок ожидало офицеров госбезопасности в квартире чебоксарца. Изъято около 20 патронов калибра 7,62, три ствола. Изъяты основные части к боевому оружию. Они в настоящее время сейчас направлены на патистическую экспертизу. Если будет получено заключение, что арсенал пригоден для стрельбы, в отношении чебоксарца будет возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность и за нелегальные археологические поиски. Но несмотря на риск оказаться на скамье подсудимых, черные копатели продолжают выезжать в свои экспедиции. Особенно их привлекают места основных сражений Великой Отечественной войны. Для большинства нелегальных археологов это занятие стало настоящим хобби и бизнесом. Ради своих находок они сутками готовы бродить по лесам и болотам. Девятый день поисков. Ничего вообще нет. Судя по этим фрагментам видеосъемки, изъятой у одного из подозреваемых, своему увлечению он тоже посвятил не один год. Группа набиралась и отсюда, и с других регионов. Вместе они ездили, производили раскопки. Соответственно, привозили сюда. Здесь что-то он хранил у себя дома. Малую часть он, как сам говорит, сдал в музей при школе. Но наивно думать, что черными копателями движут те же благородные цели, что и поисковыми отрядами. Предметы раскопок для них, в первую очередь, это материальные ценности. Поэтому они и могут себе позволить весело попозировать с оружием, возможно, принадлежавшим павшему воину. В отношении чебоксарца в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.